Друзья, всем привет! С вами автор канала Иван Путешествует. На улице отличная погода, а моему любимому городу Москве исполняется 876 лет. Желаю своей любимой Москве развития и процветания. Ну а мы сегодня вместе с вами полюбуемся на Москву со стороны Москвы-реки. Мы отправляемся сейчас вон туда, вниз, и покатаемся на речном транспорте. Точнее, это целая такая настоящая большая современная яхта. Но вы скоро и сами все увидите, когда мы спустимся туда. Всем привет! С вами Яна. Мы с Иваном сегодня совершим речную прогулку по нашему любимому городу. Поздравляю его с днем города, с днем рождения! И желаю оставаться таким же прекрасным и постоянно совершенствоваться и становиться еще лучше. Многие говорят, куда же еще лучше, пусть останется какая-то там старая Москва. Но мы с Иваном все-таки за развитие. Пусть город меняется и обязательно в лучшую сторону. Встретимся на яхте! Наш корабль уже ждет на причале. Поэтому поторопимся, чтобы не опоздать. Давайте спускаться. Мы сейчас находимся на самом верху. И вы даже можете видеть, это настоящая кабина вот этой вот большой яхты. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Только послушайте эту музыку, под которую мы отчаливаем от причала. И ты уже не на земле, как впереди раз в ухотов. Просто шикарно! На корабле! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Или на каком-то комфортабельном вертолете. Знаете, такой вот очень плавный ход у этого корабля, у этой нашей яхты. Вообще очень здорово, конечно, прям идти по Москве реке на таком вот замечательном судне. Ну и вот у нас впереди открывается также Киевский вокзал. Очень красивое историческое здание. Полюбуйтесь на него с воды. Киевский вокзал Киевский вокзал Хочу как раз на этом примере показать вам скорость нашего судна. Впереди идет Добрыня. Такое более старое судно. Вероятнее всего, ну и невероятнее всего, это и скорее всего советское судно. И вот вы можете видеть, как мы его обгоняем. Ну что, Яна, какие твои ощущения от поездки? Замечательные виды, очень красивые. Как Иван и отмечал, корабль действительно идет очень плавно. И еще один момент, здесь нет никакого запаха. Достаточно часто при речных прогулках можно с этим столкнуться, когда пахнет каким-то мазутом, соляркой, не знаю чем еще. Здесь все очень комфортно, цивильно, новое, чистое, красивое и ароматное. А сейчас мы заходим под мост. Видите, у нас создалась тень, снова выходит солнышко. Это снова перекроет мостик. И потом снова выйдет солнышко. Ну а мы плавно подъезжаем уже к Воробьевым горам, к нашему знаменитому МГУ. МГУ. Скоро будем смотреть его. Правда, он находится в тени, но все равно покажем вам. А еще такое солнце, как Иван и сказал, мы не взяли очки намеренно, потому что мы подумали, что так пасмурно с утра не может быть никакого солнца. Поэтому сегодня мы будем загорать и щуриться для вас. Да. Сейчас проходим рядом с водой. Там с красивым местом. Это у нас знаменитые лужники, стадион лужники. Ну а также здесь проходит канатная дорога через Москва-реку. Смотрите, как это все смотрится. Посмотрите на эти вот кабинки, которые летают уже практически над нами. Мы любуемся ими, а они любуются нами. Вот такие вот стихи я тут сочиняю на воде. Ну что, подписчики, мы передаем вам привет с воды. Наши тени передают вам привет. Смотрите, мы вам тут активно машем. Я очень надеюсь, что вы нас видите и также передаете нам приветы. И мы плавно перетекаем в Воробьевы горы. Открытая станция. Кстати, мне всегда она очень нравилась. И нравится эта станция. С нее так здорово любоваться на виды Москвы-реки, на окрестности. Особенно крутая картинка открывается такой вот уже средней и поздней осенью, когда на улице становится все красное, желтое. И вообще здесь просто все великолепно сияет красками осенними. Посмотрите, мы уже сейчас начинаем проходить под мостом. И здесь как раз уже становится довольно-таки плотно. Появляется много кораблей. И впереди как раз здание, о котором я говорил. Это Российская Академия Наук. Это, на мой взгляд, одно из самых недооцененных зданий в качестве прогулки. Потому что там великолепная архитектура. Она интересная, она своеобразная. И там всегда очень мало людей гуляет. Не знаю почему. Поэтому я бы всем порекомендовал прогуливаться там. К тому же там есть великолепная смотровая. С которой можно как раз полюбоваться на монастырь. Мы тоже его сейчас будем проплывать. Поэтому не пропускайте вот это здание. Там отличные виды и отличная архитектура. Продолжение следует... Ну а мы тем временем подходим к парку Горького. Сейчас будем его проплывать. Он у нас находится с левой стороны. Ну и также еще раз полюбуйтесь на этот настоящий парад кораблей. Которые здесь идут просто таким очень плотным потоком. Смотрите как выглядит. Вот так выглядит Петр Первый с воды. Знаете, обычно у нас в Москве, да и в любых городах любят натирать различные элементы у памятников. И вот здесь вот такое ощущение, что как будто Петру Первому тоже натерли вот этот вот свиток. Впереди у нас прекрасное место. Это фабрика Красный Октябрь. Тоже здесь можно замечательно провести время, прогуляться. Смотрите, как это все смотрится. Всем привет. Привет, друзья. Привет, привет. Давайте поактивнее. Не активнее. Мало активных людей у нас. Ну и конечно же вот храм Христа Спасителя перед вами блестит своими куполами. Что-то меня сегодня прям на стихи пробирает. Такой кораблик у нас желтенький, позитивный. Прям вот в цвет пальто и аны. Слышите, как раз вот я вам говорил о том, что командир... А я за вами ничего не вижу. Командир говорит, что он ничего не видит, но при этом его особо и никто не понимает, что он там говорит, поэтому... Вот эту счастливую парочку подскажите, пожалуйста, потому что они по-русски не понимают. Так, вот у нас как раз с воды открывается дом Перцовый, доходный дом. Ну, а у нас по курсу Кремль. Стены древнего Кремля открываются. Я напоминаю, что Москве исполнилось 876 лет. Город впервые упоминается в летописи как раз в 1147 году. И, как известно, Москву основал Юрий Долгорукий. Также памятник Юрию Долгорукому мы можем видеть напротив мэрии Москвы. Он там стоит с 1954 года. Вот как раз есть вот такие вот маленькие кораблики. Как раз вот с них открывается совсем иной вид, нежели вот с таких вот высоких кораблей. Поэтому я вам и говорил о том, что все-таки есть разница между низкими корабликами и вот такими вот высокими. Совсем другой уровень, правда. И, кстати, есть вообще, смотрите, вот такие вот маленькие лодочки, черные, посмотрите. Тут тоже катают туристов, между прочим, на таких. Вот такая вот она малюсенькая лодочка с флагом России и напротив храма Христа Спасителя. Очень красивая картинка. Люди любуются на нас с высока. С высоты. С высоты высока. Зашли в очередной раз под мост. Вот Яна любуется и мерзнет немножко. Вот так вот. Ну, полюбуйтесь на стены древнего Кремля. Противоположная сторона. Старые особнячки. Кораблики. В общем, красота, да и только чудесный день для прогулки. Лучше не придумаешь. Лучше не думай. Ой. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok А это означает, что наше путешествие подошло к концу Я еще раз хочу пожелать своему любимому городу Москве процветания и роста С вами, как всегда был автор канала Иван Путешествует С рассказом о прекрасной поездке по Москве реке и праздновании 876-летия Москвы Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вам такая поездка на комфортабельной яхте Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok